Всем привет! Вы на канале Бурмикс и с вами дядя Миша. В прошлый раз... Всем привет! Вы на канале Бурмикс и с вами дядя Миша. В прошлый раз я обещал, что покажу рецепт помпушек. Это было в борще, когда я борщ готовил. Если вы не смотрели борщ, в конце будет ссылочка на него. Помпушечки получаются идеальные. И сейчас я вам покажу этот рецепт. Делается просто, элементарно, но это так вкусно! Поехали! Нам понадобится 2-2,5 стакана муки, стакан один 250 миллилитров, также 250 миллилитров молока, то есть один стакан, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка сухих активных дрожжей, 1-2 чайные ложки сахара, я добавляю 2. и 1 чайную ложку соли. А также нам понадобится для соуса чесночного 6 зубчиков чеснока, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка растительного масла и 1 столовая ложка воды. Вначале нам нужно активировать дрожжи. Наливаем примерно 50 миллилитров теплой водички градусов 35-40. Добавляем дрожжи, 1 чайную ложку и оставляем таким макаром на 10 минут. Пока оно расходится у нас, мы просеем муку. Муку просеяли, сразу добавляем сахар и соль. И устанавливаем нашу чашу в комбайн. Будем сейчас замешивать. Опускаем наш крюк. Мистер крюк. Видите, дрожжи у нас уже растворились. Теперь включаем на слабую скорость комбайн и вливаем сюда наши дрожжи и молоко. Молоко предварительно подогрели до 40 градусов. Главное, чтобы молоко у вас было теплым, а не горячим. Если выше 40 градусов, вы можете сварить дрожжи, у вас ничего не получится. А это очень обидно. Добавляем, вот видите, подмесилось тесто, добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. Можно растительное, у кого какое есть. Непринципиально. Вот в нашем комбайне мы вымешивали примерно 7 минут. Наше тесто сбилось в ком, как видите. Значит оно готово. Мы его снимаем, вынимаем. Кладем на стол. Тесто не липнет. Такое довольно-таки плотное. Но не такое, что прям плотное. Ну, такое хорошее тесто. Мы его еще подминаем. Все, подкатываем в шар. Теперь берем нашу чашу любимую. Всем знакомую по прошлым выпускам, по всем. Прям обожаю ее. Капаем сюда немножко масла. Умазываем ее. Берем наш колобок, опускаем сюда. Накрываем любимой крышкой и убираем. В духовку на подъем теста наше тесто будет подниматься ровно 1 час и удвоится в 2 раза. Пока у нас поднимается тесто, мы приготовим чесночный соус для наших пампушек. Для этого выдавливаем 6 зубчиков чеснока в глубокую емкость какую-нибудь. Добавляем чайную ложечку соли и все дело растираем. Теперь добавляем столовую ложку оливкового масла. Лучше, конечно, подсолнечного, нерафинированного, со вкусом семечек. И все это дело смешиваем в однородную массу. Прямо вот так вот пюрешечку делаем. Теперь добавляем столовую ложку воды. И опять все замешиваем в однородную массу. Можно даже блендером сделать. Вот такой получается. Но я еще хочу добавить сюда укропчика. Сухого укропа буквально пол чайной ложечки. Тогда будет вообще отвал в башки. Вот и все. Так вот наш прошел час. Достаем наше тесто. Видите, как оно поднялось? Красотень! Выкладываем на стол. Обминаем. Такую в колбаску почти. Теперь берем и делаем помпушки. Вот такие. И так же делаем с остальными. Чтобы сделать красивые помпушки, вот так вот делаем и подворачиваем вовнутрь. Здесь защипляем. А с этой стороны у нас красота. Видите? Лучше смазать маслом. Некоторым докажется. А на самом деле лучше посыпать мукой. И выкладываем сюда наши помпушки. На расстоянии. Потому что они еще у нас поднимутся. И так получилось у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Получилось у нас двенадцать помпушек! Красотушек! Накрываем на десять минут. Пускай они немножко поднимаются. Прогреваем духовку до двухсот градусов. Пампушки у нас поднялись. Теперь мы взбитым яичком обмазываем каждую помпушечку. Мы же хотим, чтобы она не только вкусная была, но и красивая, правильно? И теперь убираем в духовку на десять-пятнадцать минут. Смотрите за булочками. Если они зарумянились, все вытаскивайте. Должно хорошо зарумяниться. Вот они наши красавчики. Теперь делаем все быстро. Отодвигаем в сторону. Ставим большую чашу. Берем вот такую штуковину наш соус. Берем, бросаем сюда, обмакиваем со всех сторон и складываем сюда. Делать надо все быстро, пока они горячие. Ой, какие нежненькие. Аппетитненькие, ароматненькие. Все, что осталось, взбрасываем сюда тоже. И теперь все у нас горячее. Накрываем на десять минут, чтобы у нас булочки пропитались этим вот божественным, волшебным, полезным ароматом. Вы не представляете, какой сейчас запах стоит в квартире. Обалденный просто. Вот у меня держава, вот у меня скипетр. Что я вам скажу? Я король помпушек. Идеальные. Смотрите, какой он внутри. Вот такая вот штуковина. Они очень мягкие, очень нежные и очень вкусные. Итак, у вас есть теперь идеальный рецепт помпушек. Очень вкусных, очень мягких, с чесночным, нежнейшим вкусом. И, естественно, помпушки идеально идут к борщу. Но не только. К любому первому блюду они подойдут идеально. Кстати, если вы не видели борщ, вот здесь рецепт. Нажимайте, смотрите рецепт. Идеальный тоже борщ, очень вкусный. Идеальный борщ для идеальных помпушек. Да, идеальный борщ для идеальных помпушек. А вот здесь идеальная кнопка с клубничкой, чтобы подписаться на наш канал. Подписывайтесь и не пропустите тогда новые наши видео. Пока!